Сейчас весна, заканчивается март и это время, когда уже подаются годовые отчеты всеми бухгалтерами и наступает время подавать на налоговый вычет, в том числе и по ИИС. Я обещал об этом рассказать и сейчас я, ну, примерно хотя бы вкратце покажу, как это делается. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, для того, чтобы подать декларацию по ИИС, надо, во-первых, собрать все справки. Сейчас вы узнаете, какие справки и как это делается. Ну, для начала мы заходим на сайт налог.ру. Вот главная страница этого сайта. Здесь физические лица, ИПшники и Юрики. Заходим на физические лица, личный кабинет. Я уже заходил, поэтому здесь вот у меня сразу высвечивается мой личный кабинет. Там требуется занести пароль и имя. Вот, итак, налоги у вас нет, неоплаченных налогов. Доходы. Ну, доходы можно посмотреть. А декларация подается вот здесь. Жизненные ситуации. Все здесь есть и налоги, и доходы, и имущества, жизненные ситуации. Вот они, так сказать, это как бы дублируется, это меню. Смотрите, ну, распорядиться переплата, это переплата, если у вас были. Подать заявление на льготу, если у вас есть льгота по имуществу. У меня ее нет, поэтому я этого касаться не буду. И, значит, то, что нам нужно, подать декларацию 3 НДФЛ. Еще раз повторяю, смотрите, жизненные ситуации, подать декларацию 3 НДФЛ. Нажимаем. Заполнить онлайн. Нажимаем здесь. Заполнить онлайн. Предоставить декларацию за 2020 год. Далее. Вы впервые подаете, да, значит, являетесь ли вы налоговым резидентом, да. Дальше, смотрите, дальше появляется вот такая страничка данной о тех доходах, которые получены в пределах Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. Здесь стоят те доходы, которые уже зафиксированы в налоговой. То есть, всюду, где вы получали доходы, здесь должно быть зафиксировано. Почему я говорю, что в конце марта? Потому что всюду, где вы получаете доходы, соответствующие организации должны подавать до 31 марта налоговую декларацию. Ну, то есть, полностью отчет, баланс. И поэтому некоторые могли не подать, например, тогда пришлось бы вам идти в бухгалтерию и получать справку 2 НДФЛ. Но сейчас уже все справки внесены для меня, поэтому я об этом рассказываю. Ну, вот, можно увидеть, что, значит, вот здесь какие доходы получены и где. Так, полиграфический комбинат, Тинькофф Банк, финансовые корпорации, открытие и открытие брокер. Ну, давайте коснемся вот этого немножечко, потому что были вопросы о том, откуда такие доходы. Ну, посмотрите, вот у меня, значит, здесь получается, ну, ни много ни мало, 12 миллионов. И у меня задавал вопрос человек, говорит, что за 12 миллионов, не возьмут ли с меня с 12 миллионов, ну, соответствующий налог. Давайте посмотрим, что это такое, откуда они взялись. Ну, вид доходов, дивиденды здесь. То есть, брокер подает, как налоговый агент подает, сколько мы получили доходов в виде дивидендов. Дивидендов, вот, 7664 рубля и исчисленный налог, который уже исчислен, 996, удержанный налог 996. Все, не надо платить. То есть, начислили 996, он уплачен. Доплачивать ничего не надо. Предоставить налоговый вычет. Сумма вычета расхода 141 рубль. Сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов. Я не знаю, что это такое, но брокеру виднее. Я думаю, что это какие-то дивиденды от, ну, или купоны от ОФЗ, скорее всего. Вот, теперь дальше. Вид дохода. Доходы от купли-продажи ценных бумаг обращаются на организованном рынке. Ну, вот, сумма дохода такая. И, ну, это сумма дохода, на самом деле. Вот такая сумма вычета расхода такая. Я не знаю, откуда она берется, но это брокер считает. Теперь дальше. Смотрите. Ну, доходы, полученные тра-та-та, значит, различные. Вот, о чем возникал вопрос. Доходы от операции с ценными бумагами 7 352 709 рублей. И предоставить налоговый вычет, ну, фактически та же самая сумма. То есть, разница между этими цифрами – это наша прибыль, и, как бы, с нее берется налог. Поэтому, поэтому сумма облагаемого дохода у меня, ну, 2 миллиона 55 тысяч 213. Это вот, если просуммировать все. Вот, ну, здесь выплаты по договорам и так далее. И, соответственно, получается сумма налога исчисленная, сумма налога удержанная. 268 тысяч налога за год я заплатил. Здесь можно добавить источник дохода, если его нет, и каким образом это добавляется. Вы идете в соответствующую бухгалтерию, запрашиваете справку 2 НДФЛ, и предоставляете скан, и здесь вносите все данные о том, какие доходы получены. Теперь далее, насчет вычета, выбор вычетов. Переходим дальше. Выбор вычетов, и вот они, вычеты. Ну, здесь фактически то же самое. То же самое. Ну, вот здесь вот предоставить налоговый вычет по договорам. Я могу предоставить, могу не предоставлять. Пишу не предоставлять. У меня нечего предоставить. Вот, общие суммы. Ну, все, в общем сказать, вычеты не добавляются. Дальше. А дальше вычеты, которые надо добавить. Вот оно. И вот все это здесь находится. Смотрите. Имущественные налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты, инвестиционные налоговые вычеты, и налоговые вычеты при переносе убытков. То есть, если у вас были убытки за предыдущий год, вы сюда вносите их. Но убытки у меня могут быть только у брокера, поэтому брокер сюда уже все внес. Я вношу сюда. Следующее. Ну, если у вас есть ипотека, и там есть соответствующие льготы, вы нажимаете галочку. Здесь у меня этого нет. И социальные налоговые вычеты я нажимаю. Они у меня есть. И инвестиционные налоговые вычеты. Смотрите. Вот дальше мы нажимаем кнопку «Далее». И появляется вот такая вот страничка. И здесь несколько вкладочек. Стандартный. Стандартный он уже есть у меня. Вычет на ребенка. Значит, там социальный. И инвестиционный. Вот здесь мы пишем «Социальная выплата». Все справочки мы должны собрать в определенной форме. Смотрите. НПФ. Вот. Ну, у меня вычет по расходам на обучение и лечение благотворительность. Ставим галочку. Сумма, уплаченная за свое обучение, обучение брата, сестры. Сумма, уплаченная за обучение каждого ребенка по очной форме обучения. Когда у меня дети учились в школе платной, то вот сюда мы, значит, мы шли в школу. Запрашивали в бухгалтерии, школе, школы справку соответствующего образца. Они там знают. И вот такую справку там нам предоставляли. Вот такую справочку. Специального образца они знают. Справка обычно готовится там от недели до трех недель, как правило. Ну, там до месяца могут готовить. Вот. Ну, сейчас у меня таких справочек нет. Но справка «Сумма расходов на лечение за исключением дорогостоящего». А вот это у меня есть. И вот она, эта справочка. То есть я всюду, где я занимался, ну, это стоматология, лечение. Я платил за лечение в стоматологических клиниках различных платных. Соответственно, вот из одной этой клиники я получил справочку. Справка об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации, номер 128. Ну, наверное, справка 128. От 23 марта 2021 года. То есть мы их запросили, они сказали, что через неделю будет. Ну, через неделю она была выдана налогоплательщику Демиткову Юрию Алексеевичу. ИНН есть. В том, что он, она оплатил медицинские услуги стоимостью 21 680 рублей. Далее, смотрите, код услуги 1, оказанный Демиткову Юрию Алексеевичу. То есть заплатил я, услуги получил я. Код услуги это важно. Почему? Потому что здесь есть два варианта. Сумма расходов на лечение за исключением дорогостоящего и сумма расходов на дорогостоящее лечение. Это разные статьи. Смотрите, одна из них идет, суммирует социальные выплаты, а другая не суммирует. То есть по одной из них есть общая сумма вычета не может превышать 120 000 рублей в совокупности с другими расходами. То есть она прибавляется ко всем другим расходам, к имущественным в том числе, и идет сюда. Если здесь, то то же самое, на дорогостоящее, это будет код уже другой немножечко. Здесь есть специальный список на дорогостоящие, которые входят в этот список. Код услуги 1, честно говоря, не знаю, насколько я понял, вот сюда идет. Это недорогостоящее лечение и до 120 000. Но у меня больше ничего нет, поэтому нажимаем «Далее». Я ввел сумму. Все. Далее. Далее, значит, смотрите, я должен буду предоставить в налоговую сканы всех этих документов, которые мне предоставило соответствующее учреждение, где я получал соответствующую услугу. То есть вот здесь у меня идет договор, лицензия на предоставление медицинских услуг от этой организации и все квитанции с чеками, которые они мне предоставили, я их собирал. Вот. И я их подкалываю сюда. То есть в течение года, когда я, так сказать, получаю услуги, за что-то плачу, я все аккуратненько пришивал сюда. Вот. И, соответственно, вот это все. Все эти справочки я должен сосканировать. Лучше это в один PDF-файл все сканы этих справочек и послать туда же. Вот. Теперь далее. Ну, сумма переплаты. Вот здесь у меня какое-то недоразумение, поэтому я не могу назвать, нажать дальше, потому что у меня здесь есть какие-то проблемы. Для возврата рассчитанной переплаты необходимо ею распорядиться, погасить имеющиеся налоговые задолженности и указать реквизиты личного счета для возврата остатка. Здесь у меня что-то не так. Насколько я помню, тут электронную подпись требуется, а я с нею пока не разобрался. Вот. Ну, а дальше уже мы пишем пропустить. При пропуске данного шага сумма доступной переплаты сохранится за вами и будет доступна в размере моей налоги. Хорошо. Мы пропускаем. И, собственно говоря, все. Теперь дальше. Как сформировалась эта сумма? Посмотреть декларацию. Прикрепите подтверждающие документы. И вот здесь. Смотрите. Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг. Добавить документ. Нажимаем. И здесь мы выбираем файл со сканом этого документа. Значит, договор, лицензия, справка об оплате медицинских услуг с кодом 1. Ну, вот оно и было на самом деле. Плюс дополнительные документы этого нет. Собственно говоря, все. И дальше стоит. Введите пароль к сертификату электронной подписи. Я с ним пока не разобрался. Вот. Поэтому, значит, дальше подтвердите и отправить. Я пока не подтверждаю, потому что, ну, не знаю, что с электронной подписью. На самом деле, если нет электронной подписи, здесь будет возможность распечатать всю декларацию. После того, как мы ее распечатаем, она выйдет у нас примерно вот в таком вот виде. То есть, здесь уже все готово. Остается только поставить подпись, пойти в налоговую и все предоставить. Итак, суммируя все, значит, нам нужно все справочки собрать. Ну, в данном случае я для демонстрации собрал справочки из лечебных учреждений. Точно такую же справочку надо запросить у брокера. Она в электронном виде вам придет на инвестиционный вычет. И на все остальные вычеты. Если вы в банке платите ипотеку, то у банка запросите такую же справку. Вот, собственно говоря, и все. Еще раз по поводу того, что огромные суммы, там доход полученный от ценных бумаг, там есть расход полученный на приобретение этих же ценных бумаг. Налогом облагается разница между ними. А сам вот этот оборот засчитывается в общий оборот для предоставления статуса, грубо говоря, квалифицированного инвестора. Вы понимаете, что у меня как бы статус квалифицированного инвестора есть. Если у вас нет статуса квалифицированного инвестора и у вас обороты за год составили больше 6 миллионов, то вы можете совершенно спокойно запросить у брокера, распечатав вот эту справку. А, брокер уже имеет всю информацию. То есть, вы запросите у брокера предоставление статуса квалифицированного инвестора. С огромной радостью он вам его предоставит. Вот, что я хотел рассказать на сегодня. Я надеюсь, что эта информация будет полезна многим. Напишите, пожалуйста, те вопросы, которые у вас остались. А на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.